хедлайнер нашего фестиваля Юлия Кусукина. Так получилось, что ты у нас закрываешь и аудитория твоя. У меня уже язык не вертится, поэтому хозяйничай сама. Хорошо, но я болею, так что я таким гнусалым голосом похозяйничаю. Я думаю, что у нас сегодня аудитория все видала. Что, сиськи показывали? Не испугайся. Не, у меня отрубилась трансляция после первого же спикера, поэтому это было весело. Такой стресс. Да. Хорошо, а что, все уже нас слышат и видят, что ли? Да, нас уже слышат, видят, мы в эфире. Да, всем привет. Меня зовут Юлия Тупикина, я сценарист, драматург и драматренер. И у меня есть некоторые мысли по поводу фильмов с отсутствующим хэппи-эндом. И я долго размышляла на эту тему и хотела вот с вами поделиться какими-то своими наблюдениями. Вообще лекция называется «Герой, который проиграл, как сделать историю проигрыша достоянием искусства». И сразу хотелось бы, собственно, уточнить, да, поразмышлять на тему проигрыша. Что вообще есть проигрыш? Договоримся, что это тогда, когда герой не может достичь своей цели, когда он умирает или погибают его близкие люди, когда он испытывает горе от потери, да, когда он регрессирует, да, терпит неудачу, и, в общем, когда мы ему сочувствуем изо всех сил, да, вот. И можем вспомнить такие фильмы, как «Рестлер», как «Пианистка», «Чёрный лебедь», «На дне с дом кукушки» пролетая, да, это всё-таки вот истории, «Гражданин Кейн», это всё примеры таких фильмов про проигрыш, в общем-то, да, про такую неудачу главного героя. И, собственно, зачем, зачем нам такое кино, да, почему бы кино, ну, может быть, кино должно всегда быть про то, как герой выиграл, всех победил вообще, там, всё осуществилось, да, все счастливы, да, и так у нас там какие-то неудачи в жизни и так далее, зачем нам кино про неудачи, да. И если углубиться в эту тему, то можно вспомнить, что древняя Греция ещё дала нам огромное количество сюжетов, в которых происходила трагедия. Помним мы, что Агамимнон перед походом на Трою для того, чтобы победить, принёс в жертву свою дочь, победил, вернулся, жена его убила, как бы, отомстя за смерть дочери. А сын его, да, то есть, как бы, свою мать тоже убил за то, что она убила отца, да, да, и, казалось бы, одна хотя бы победа есть, но нет, сына искусали Ирине, и он погрузился в настоящий ад, да, то есть, в общем-то, все проиграли, все умерли, что называется, да, и таких сюжетов очень много. Антигуона хочет похоронить погибшего брата, царь Креонт ей не разрешает, замуровывает её в пещеру, там она кончается самоубийством, а её любил, собственно, сын Креонта, который, когда погибла его любимая, окончается самоубийством, то есть, получается, что, а, и мать умирает от потери сына, то есть, Креонт вообще лишается всей семьи, сына, жены, как бы, всех любимых лишается, как бы, вроде, это тоже гигантские провалы, проигрыш Креонта, да, в общем-то, все проиграли, да, и Эдип, вспомните Эдипа, та же самая история, да, переспал с биологической матери, убил биологического отца, был изгнан своими биологическими детьми и ослепил себя, да, или там, по другой версии, провалился в ад, под землю, и все, это все какие-то, ну, опять же, вспомним Сизифа и Прометея, ну, казалось бы, ну, не завидуем мы, как бы, судьбе этих героев, все время какие-то вот трагедии, неудачи, смерти, мучения и так далее, зачем, да, вот, и мы не хотим оказаться на месте таких героев, и зачем нам знать эти истории, для чего вообще все это, да, и если почитать исследователей древнегреческих трагедий, то, литературы, то они считают, что в этих сюжетах видны следы жертвоприношений, и хотя именно человеческие жертвоприношения не были обычной практикой для Греции, но возможно, что именно жертвоприношения были настолько важны в той жизни, что они, как бы, и вошли в культуру, возможно, что, опять же, жертвоприношения были символом, то есть они они служили для того, чтобы что-то изобразить символическое, да, даже когда там приносили в жертву какого-нибудь козленка, это означало что-то символическое, да, и потом это вот все перешло в трагедию, там, опять же, еще было интересно, что была задумана реформа погребального ритуального обряда, да, и были там что-то там запрещены эти рыдания какие-то там у них, и, в общем, короче говоря, некоторые исследователи считают, что все эти рыдания и все это потребность оплакать, все это перешло, собственно, в сферу театральную, да, как получило там свое пространство, свою реализацию, там, потому что пышность ритуальных обрядов хотели ограничить как раз тот момент, когда возникла древнегреческая трагедия. Ну, источник, опять же, вот этих сюжетов всех трагедийных, греческих, это же, ну, мифы, да, а мифы тоже отражали какую-то очень древнюю информацию, да, и опять же, те же жертвоприношения могли трансформироваться в миф, а потом миф стал источником трагедии, например, да, но вообще вот это вот ключевое для нас в этом всем, это вот некий символизм, да, то есть часть исследователей опять же концентрирует наше внимание на том, что это была история не столько реальной гибели жертвоприношения, сколько символической гибели жертвоприношения, да, вот это вот важный такой поинт, его, за него надо держаться, то есть смерть как часть ритуалов перехода, смотрите, интересная вещь, смерть как часть ритуала жизни, смерть как часть ритуала обновления, да, мы знаем про инициацию, инициация есть по мужскому типу, когда мальчик инициируется в юношу, да, то есть в охотника, да, это связано с охотой и с войной, а девочки, женские инициации были по линии брачного обряда, подготовка к браку, к семье, к деторождению, да, и, ну, опять же, давайте вспомним, что умершая девушка в то время считалась невестой Аида, да, бога подземного мира, то есть, опять же, смотрите, умершая как невеста Аида, смерть как символический такой ритуал перехода в другое состояние. Если мы отложим Древнюю Грецию и посмотрим на христианскую традицию, да, которая, опять же, тоже не на пустом месте возникла, опять же, мы можем вспомнить бога Осириса египетского, который был убит, но после смерти он зачал со своей женой Исидой сына Гора, да, который потом вырос и воскресил отца, да, вот эта вся история, она легла, она стала, в общем-то, основой для истории про Христа, который умер, погиб, был принесен в жертву, чтобы спасти всех нас, да, то есть, с одной стороны, Христос, как персонаж, проиграл, был убит, но с другой стороны, он добился своей цели, спас людей своей смертью, да, то есть, его смерть несла некие символическую роль какую-то играла, да, потому что он потом воскрес, то есть, он, в общем-то, оказался бессмертием, и, то есть, вот тут появляется такой новый интересный кейс, что смерть может быть частью не неудачи, а наоборот победы, да, смерть как не проигрыш, не неудача, а наоборот часть плана, да, опять же, можем вспомнить здесь японскую культуру, японскую традицию, в которой существовали, существовала харакири, да, харакири, это был способ отомстить обидничеку, да, то есть, как там они делали, ты мне сказал грубое слово, и я тут же делаю харакири, чтобы тебе отомстить за твою грубость, и я погибаю, у тебя на глазах, и как бы, пусть тебе будет стыдно, они же так рассуждали, да, собственно, вторая мировая, и вот эти все камикадзе, которые жертвовали собой, спасая других, да, врезаясь во вражеские там самолеты или там поезда, то есть, это все, опять же, такие жертвоприношения, я убиваю себя, чтобы спасти вид свой, возможно, что вообще причина всех этих вещей чисто биологическая, возможно, что это вообще исключительно биология, видимо, в какой-то момент, чтобы вид выжил весь в целом, биологический, нужно, чтобы кто-то с собой пожертвовал с представителем вида, возможно, с этим связано, да, мы можем, ну, только предполагать, да, и таких историй про такое вот жертвоприношение, спасающее других, мы, мы, мы встречаем достаточно, опять же, полет над гнездом кукушки, Кена Кизи, да, роман, который потом стал фильмом Милоша Формана, это тоже, тот же самый сюжет, МакМёрфи, бунтарь, весельчак, такой трикстер, попадают в психиатрическую больницу, где вдруг вписывается в такую войну с медсестрой Ретчетт и формально проигрывает, то есть ему делают эту лоботомию, да, то есть из него делают овощи, но он спасает тем самым других, в частности, вождь, именно тогда находят в себе силы, чтобы сбежать из этой клиники, да, то есть МакМёрфи принёс себя в жертву, чтобы спасти других, чтобы спасти окружающих, чтобы освободить их из этой тюрьмы, из этого ада, дать им свободу. И ещё один пример такого жертвоприношения можно увидеть в фильме Асса Сергея Соловьёва. Таким трикстером становится Бананам, такой трикстер образца 80-го года, такой деятель культуры, он художник, делает арт-объекты, и он же музыкант, такие издевательские, трикстерские песни исполняет, и он всячески демонстрирует, да, свой нонконформизм, то есть серьгу в ухе носит, которая так раздражает милиционеров, и за это, собственно, его хватают, подвергают мукам, да, там это вот такое а-ля муки Христа в фильме, да, Бананан, там, избивается уголовниками, да, и тоже, ну, он же погибает в конце Бананан, да, то есть это тоже, в общем-то, история как бы его проигрыша, но он, тем самым он возвещает приход нового героя, да, каким в фильме становится Виктор Цой на финальных кадрах, да, и он как бы приносит себя в жертву, чтобы возникло новое время, да, новое время, Брежневская эпоха заканчивается, приходит новое время, и, собственно, вот, Христос, а-ля Христос, наш Бананан погиб не напрасно, опять же, и он как бы ускоряет гибель старого мира здесь, и не всегда это удается главному герою, если мы посмотрим фильм «Игла» Рашида Мурманова, то герой так и не смог победить время и ускорить его гибель, он застрял в какой-то некой временной петле, да, и погиб как будто бы просто так, ни за что, ни про что, да, он, мы видим, как он из некого прошлого перемещается в новое время, но в нем вообще порядок вещей нарушен, там, любимая девушка наркоманка, друг долг не возвращает, врач вместо того, чтобы спасать людей, губит их, продает наркотики, доктор это, да, который там бродит, и море исчезает, орал пересыхает, то есть, и вот все это герой пытается исправить, он пытается спасти девушку, да, там, он пытается призвать друга к ответственности этого доктора, запретить этому доктору, как бы сеять смерть, но ничего не получается у него, да, то есть, он как будто бы носит воду решетом, то есть, все попытки бесполезны, так все, то есть, день суркайта повторяется, по-прежнему Дина наркоманка, по-прежнему доктор шастает с наркотиками, друг долг не возвращает, и, собственно, море пересыхает, да, и биток каждый, только хуже, вот эта спираль закручивается, но это ад, да, и время побеждает первое. Ну вот, порассуждав на тему этих сушетов, собственно, опять вернемся к той точке, где мы говорили, что смерть символична, да, бывает, она возможна, что глубинная такая причина, собственно, смысл этой смерти, это, что старое должно погибнуть, чтобы родилось новое, то есть смерть, как, опять же, вот эта точка перехода, про которую мы сейчас уже говорили, да, и тогда получается, что смерть должна быть просто частью трансформации, да, погибнуть должно нечто старое, да, чтобы появилось нечто новое, да, потом это новое снова устаревает, стареет, снова гибнет и появляется новое, ну, в общем, такой некий биологический цикл, как жизнь, например, листика, да, понятно, что весной он рождается, летом он достигает расцвета, осень начинает жухнуть, и зимой его нет, он разлагается, там где-то на земле, вот этот биологический цикл является таким трансформационным циклом, и здесь можно посмотреть на этот процесс с точки зрения психологии, например, можно почитать Карен Хорни и ее прекрасные книги о внутренних конфликтах, о неврозе, она очень много писала о неврозе, то есть она писала о том, что существуют некие внутренние конфликты бессознательные, которые нас раздирают, они искажают наше подлинное я, такое real self, да, и цель терапии, например, да, она была психоаналитиком и последовательницей там Фрейда и Юнга, цель терапии в том, чтобы как раз человеку вернуть его подлинное я, избавить его от неврозов, да, которые искажают его личность и найти, собственно, помочь найти ему центр тяжести в самом себе, помочь человеку, да, невроз стирает нашу самобытность, он заменяет ее на некое идеальное невротическое я, которое, возможно, вообще иллюзорно и возможно, что мы, надрываясь, его обслуживаем, да, и тратим столько сил для того, чтобы сохранить эту иллюзию в глазах окружающих, для того, чтобы как-то несколько, ну, как бы отражаться в этих зеркалах окружающих нас глаз именно так, как мы хотим, то есть мы хотим эту иллюзию сохранить о нашем идеальном я, да, и тратим на это огромное количество сил, подавляя свою истинную суть. И как раз цель терапии в том, чтобы освободить нас от этого и вернуть нас самих себе. И как раз вот невротики, это же типичные представители нашего времени, большинство, собственно, героев кино и вообще культурных героев являются невротиками. и история, собственно, история искусства, да, искусство рассказывает нам про эти попытки многочисленные вернуть нам, вернуть самих себя нам, да, и преодолеть эти неврозы. Эти попытки могут быть удачными, могут быть неудачными. Иногда человек совершает некую трансформацию, некое обновление, но иногда у него это не получается. И как раз вот герой, который проиграл, это тот герой, у которого не получилось пройти эту трансформацию, да, вот так можно с этой точки зрения на это все посмотреть. И если мы вспомним классическую драматургическую схему, да, например, мы возьмем схему Майкла Хейга трансформационную, то вся эта история трансформации может быть разбита на три этапа, на три акта, да, и в первом акте два этапа, во втором и в третьем. Первый акт это экспозиция возникновения новой ситуации, когда герой скован этой маской лжея, когда у него вот это приросший к нему невроз, связанный с некой маской, да, и он пытается в общем-то как-то обновиться, но боится, да, то есть сам же сопротивляется этой трансформации герой и пытается дойти до своей цели старыми способами, пытается не обновляясь, никак не меняясь, просто привычной дорогой прийти туда, куда он хочет, но у него это не получается, да, жизнь заставляет его как-то меняться. На втором акте возникает прогрессия, усложнение рост ставок, когда герой еще раз, еще раз, еще раз пытается дойти до цели, но это становится все сложнее, 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 в результате этих попыток вот эта маска, как бы старая кожа с него все-таки спадает, и он остается совершенно голенький, беззащитный, ему очень страшно, и здесь у него такие точки отчаяния в истории возникает, когда и к новой цели он не пришел, и старой кожи, старых паттернов, и каких-то способов жизни он лишился, да, ему дико страшно, и он, в общем-то, в отчаянии, да, это вот конец-то второго акта. И все-таки к началу третьего акта наш герой совершает последний устили, в этом акте содержится кульминация, то есть он все же понимает, что готов сделать ставку на то, ну, то есть поставить все, собственно, на то, чтобы добиться своей цели, и уже готов использовать новый способ, да, какую-то свою, какую-то свою новую грань, да, там, и вот без старой маски, без старых паттернов, но с помощью новых паттернов готов это сделать, он мобилизуется, и такая финальная схватка, например, с антагонистом у него происходит, где он проявляет свое новое я, и либо он проигрывает здесь, либо выигрывает, там по-разному бывает, вот, удачная трансформация, он выигрывает, ну, и, собственно, там, последний этап, судьба найдена, финал. И вот эта модель трансформационная, она может быть реализована полностью, да, когда трансформация совершилась, а может, история нам рассказана быть про то, как трансформация началась, но не закончилась, не совершилась, там, по той или иной причине, не хватило сил, не хватило смелости и так далее, и так далее, да. Так вот, вот этот цикл обновления, он может действительно застрять в фазе смерти, ну, то есть, когда старая кожа так и не сброшена, так и остается на героя, и новая я не вылупилась, вот эта маска, она так и застревает на человеке, например, фильм Звягинцева «Нелюбовь», он ровно про это, про то, что, ну, не получилось, да, мой личный штат Айдаха, про то же обновления не случилось, да, рейстлер, черный лебед, пианистка, это все вот такие истории. И можно подробнее посмотреть на эту попытку, вообще на эту, на всю эту историю несовершившейся трансформации на примере величайшего фильма всех времен и народов «Гражданин Кейн». Прекрасная история, трагичная, очень поучительная. Внешний сюжет истории про Кейна следующий. Умирает медиамагнат, Кейн пожилой, да, и репортер как бы исследует эту смерть, пытается найти какие-то причины, главная улика это то, что умирающий перед смертью сказал слово «Бутон Розы», «Розба» и оставил стеклянный шар с искусственным снегом, такую игрушечку, да, такой сувенир, забаву. И репортер пытается выяснить, что же это значило, он идет в архив, он читает мемуары близкого друга опекуна, он встречается с родственниками, друзьями, слугами покойного и, собственно, ничего не находит. Он просто выясняет обстоятельства жизни этого медиамагната, и мы таким образом, как зрители, тоже ознакомимся с жизнью Кейна, да, но причина не на... Ну, просто он умер и все, то есть нет никакой загадки в его смерти, только в финале мы видим, что Роузбат, это была марка, да, санок детских маленького Кейна, там был написан, нарисован бутон Розы, написано Роузбат, и все, но санки сгорели, да, в финале, там, вместе со старым хламом, и что, как бы, это внешний сюжет, но внутренний сюжет гораздо интереснее, потому что он рассказывает историю несовершившейся трансформации, это трагедия человека, который не завершил свою трансформацию, не совершил ее, застрял в фазе смерти, и, собственно, его жизнь поэтому так трагично сложилась. Итак, перед нами история маленького Кейна. Мы видим картину, когда родители отдают его богатому олигарху, да, и он играет, маленький Кейн, с друзьями, у него вот эти саночки с бутоном Розы, идет снег, вообще такая идиллия, рай, дети в снегу валяются, саночки, вообще все прекрасно, но приезжает вот этот олигарх и забирает Кейна, который сопротивляется, и мы видим некий спор родителей, мать намекает, что отец бьет сына, то есть, видимо, там какие-то кроме бедности еще какие-то могли быть проблемы в этой семье, но, в общем-то, все равно ребенок был счастлив с родителями своими, но его вырвали из этой счастливой жизни и отдали капиталисту, который совершил ему вот эту прививку капитализма, дал ему все, дал ему образование, дал ему воспитание этот банкир и научил ему его успеху, и мальчик потом стал медиамагнатом, миллиардером, и вот. Дальше мы видим уже взрослого Кейна, вот такого богатого, могущественного, но не пережившего свою травму, то есть, он травмирован тем, что его предали родители, тем, что его детство так быстро схлопнулось, его украли, по сути, детство, видимо, так произошло, и, собственно, и он лишился близких людей. Итак, конечно, опять же, мы понимаем тогда вот эту связь, то есть, вот этот Роузбат и этот Бутон Розы и вот этот стеклянный шар с искусственным снегом, это тот день, в котором все хорошее закончилось, в котором он был изгнан из этого рая. И как вся жизнь последующего героя связана с этим днем? связана напрямую, да, потому что мы видим, что первая жена Кейна становится, как бы является копией его матери. Это тоже такая похожая на его мать женщина с темными волосами и очень такая строгая в коммуникациях, прямо как мать. И она как будто бы нужна уже взрослому Кейну, да, для того, чтобы отомстить реальной матери. она, он раз за разом наказывает ее, да, она просит его побыть в семье, и он раз за разом уходит, бросает ее, отказывает ей в, как бы, в своем присутствии, да, пропадает на работе, такой трудоголик, Кейн, он наказывает ее, отлучая ее от себя, как-то, как когда-то его мать отлучила его от себя, да, то есть жена не понимает, что она является псевдоматерью, да, жена Кейна настоящая, ну, не понимает, а он раз за разом говорит ей, что моя работа, мои дела важнее, чем ты, то есть причинять ей боль тоже, очевидно, как-то бессознательно, да, потому что она является некой фигурой в этой психодраме, которая замещает его реальную мать. И дальше, что там происходит, он же бросает эту свою первую жену, но бросает ее в следующих обстоятельствах. Мы видим Кейна, который стремится вылечиться от своей травмы, да, то есть трансформироваться, вот эта попытка трансформироваться, сбросить старую кожу, сбросить старую травму и зажить с новым я, с новым, ну, уже освободившимся от этой травмы, да, он хочет это сделать, и он ходит по, у него умерли родители, он ходит по складам, ищет имущество умерших уже родителей. И вот в этот момент он хочет как бы обрести корни, соединиться со своими как бы некими корнями, соединиться с тем райом, из которого он был изгнан. И в этот момент он теряет как будто бы свой звездный блеск, вот этот темно, плохая погода, там, дождь, и он обрызган грязью, да, то есть он как будто бы уже не бог, а просто человек, и какая-то девчонка смеется над ним. И эта девчонка Сьюзен, молодая девушка, да, становится как будто бы псевдофигурой самого Кейна ребенка, да, то есть она, это он, он маленький в тот день, когда он беззаботно смеялся со своими друзьями, в снегу болтаясь, когда его выдрали из этого рая. И он идет за Сьюзен, за ее смехом, и как будто бы встречается с собой ребенком, да, и теперь, ну теперь так, сам Кейн уже взрослый и очень могущественный, всесильный, да, и он решает вылечить того маленького себя, он решает взять того маленького себя как бы на Олимп, да, и во-первых, он как бы себя усыновляет, он женится на этой Сьюзен, да, и начинает исполнять как волшебник все ее желания, желая сделать из него вообще самую великую певицу этого мира. Тут надо еще опять же посмотреть на обстоятельства жизни Кейна того периода. Дело в том, что он борется за власть, да, со старым политиком, губернатором Геттисом, да, он атакует этого старого политика, он же медиамагнат, и он не стесняется пользоваться клеветой, чтобы победить Геттиса, выиграть выборы, да, мы видим такое сражение прямо, да, молодого Кейна, могущественного молодого бога и старого бога, вот этого старого Геттиса. Кейн использует грязные методы, он использует клевету, и Геттис играет по его правилам и организует такую засаду, Кейн застукан посещающим эту Сьюзен тайно, да, будучи женатым, и все, его репутация обрушилась, его таким же способом клеветой обвинили в пошлом Адельтере, он проиграл выборы, формально он проиграл эту битву, старый бог победил, но дело в том, что опять же этот Геттис старый является псевдо-отцом Кейна, да, такой фигурой отца, предавшего его, и Кейн именно подсознательно, возможно, поэтому старается сделать больно этому Геттису, победив, как бы его, да, наказав его, как тогда псевдо-мать свою наказал, да, но проигрывает, и поскольку Сьюзан в этой, в атаке, в контратаке Геттиса названа некой певичкой, то Кейн решает сделать величайшую из нее певицу, но, к сожалению, у Сьюзан нет данных для этого, она, хотя он нанимает ей лучших учителей вокала академического и покупает ей театр, да, строит ей театр, но это ничего не помогает, у нее просто объективно нет таких данных, чтобы стать величайшей оперной певицей, да, к сожалению. Что, с чем Кейн не может смириться? Ему кажется, что если я бог, да, если я захотел, и опять же, опять же, мы же помним, да, что она, это он сам, это псевдо-ребенок, тот самый маленький Кейн, маленький мальчик, и взрослый Кейн не может допустить, чтобы снова маленькому было плохо, поэтому он изо всех сил продавливает эту ситуацию и тащит эту бедную Сьюзан на этот Олимп, а Сьюзан уже вся в лохмотьях, то есть ее уже и все над ней смеются, и помидорами обкидывают, смеются над ее вокалом, всех раздражает, что Кейн хочет купить ей славу, все видят, что объективно Сьюзан не тянет, и чем больше нажимает Кейн, тем большим нападком подвергается Сьюзан, и она в какой-то момент понимает, что она просто заложница, то есть она просто какая-то заложница у этого террориста Кейна, она в плену у него находится, и он, ну, ее психика уже не выдерживает просто вот такой, такой череды провалов, такого гнева, такой агрессии, такого такой нелюбви, которую весь мир обрушивает на нее, как бы, а на самом деле мир атакует Кейна, но она является таким заложником, и, конечно же, Кейн на одном полосе истории является таким сверхчеловеком, о котором грезил еще 19 век, да, он является таким мифологическим героем, да, таким ребенком, которого бог, некий тот банкир, взял на этот Олимп, дал ему сверхвозможность, сделал из него такого сверхчеловека, такого бога-человека, да, и он может все у Кейна уже, он может создать свой собственный мир, это поместье к Санаду, да, он может менять эти правила этого мира, он может покупать что угодно, вершить судьбы, да, но он уже космически одинок в этот момент, когда достигает пика своего богатства и могущества, да, он строит себе гигантский дворец, и он космически одинок, и покупает статуи богов, да, населяет ими этот дворец гигантский свой, и эти боги как будто бы замещают ему настоящих друзей и близких, да, являются его как будто бы настоящими друзьями, равными ему, как будто бы, да, вот эти статуи, и так в этом доме они со Сьюзен как маленькие дети, этот дом такой огромный, этот замок, что, конечно же, любой человек будет чувствовать себя маленьким ребенком, потерянным, чей голос не слышен, и чей масштаб не важен, они там как муравьи ползают по этому замку, но Кейн что хочет, он же хочет заставить мир полюбить Сьюзен, как когда-то он хотел бы, чтобы родители любили его, да, он недолюблен своими родителями, предавшими его, и он хотел бы, чтобы теперь, когда он может, когда он является богом, чтобы вот фигура, замещающая его, то есть Сьюзен, получила эту дозу любви, чтобы весь мир ее полюбил, но это никак не получается, да, потому что Кейн не трансформируется, он не избавляется, от своей травмы, да, он старается старыми способами достичь своей цели, не совершается эта трансформация, травма тормозит его и не дает ему взглянуть в глаза реальности и обновиться, то есть Кейн не обновляется, да, и дальше и ребенок этот покидает его, Сьюзен его бросает, с ним разводятся, она уже больше не выдерживает это все, да, друг, собственно, единственный друг, который был у Кейна, тоже покидает его, поскольку, собственно, сам Кейн его увольняет, потому что друг решил не писать лживую рецензию на вокал Сьюзен, да, то есть в этой борьбе, как бы, получается, Кейн жертвует всеми, да, только бы не лишаться своей травмы, да, и, конечно же, это история регресса, да, то есть получается, что не смог вылечить травму и застрял в этом стеклянном шаре с искусственным снегом, в том дне, он застрял, как в дне сурка, в тот день он попал, в который его рай завершился, да, и банкир его вынул, и он в этом стеклянном шаре так и сидит, маленький, обиженный на всех, да, недолюбленный, и если сначала нам показывают сильного человека, да, как мы помним инстинктивные реакции бей, беги, замри, и всегда Кейн выбирал бей, да, то есть это такая инстинктивная реакция довольно сильного человека, то потом, когда пошел уже вот этот регресс, и реакция инстинктивная меняется на беги или замри, то есть мы видим, что Кейн ушел из мира, он замуровал себя в этом замке, в этом ксанаду своем, в этом поместье, да, то есть прикинулся мертвым он там, да, он все, он не отсвечивает уже, да, то есть это он сбежал и замер и прикинулся мертвым, он выбрал две другие инстинктивные реакции на опасность, а уже пошел регресс, это как бы такие признаки того, что он регрессирует, он теряет свои силы, он портится, становится более слабым, и, конечно же, можно сформулировать месседж этого фильма, как не застреваете в детских травмах и обидах на родителей, да, если все-таки меняетесь, обновляетесь, да, то останетесь такими же космически одинокими и космически несчастными, как Кейн, и, конечно же, можно сказать, что это история о том, как старый бог победил молодого бога, и молодой бог не смог с этим справиться и деградировал, да, и вот как бы зафиксируемся чуть-чуть на фигурах старый король, новый король, старый бог, новый бог, и вспомним, что правитель всегда в древности был сакральной фигурой, и, как правило, после какого-то периода его годности его приносили в жертву или изгоняли, да, но потом эта традиция поменялась, и, например, в Египте фараона не изгоняли, не убивали в какой-то момент, а он должен был обновляться во время обряда на празднествах сета, его там проводили через ритуал каждые пять лет, и он как бы как будто бы обновлялся, такие звучали слова в этой литургии, ты опять новый, ты прошел через обновление, теперь ты снова молодой король, да, и вот этот ритуал как бы подлинной смерти, да, трансформировался в ритуал символической смерти, да, то, с чего мы начинали наш рассказ, то, с чего я начала свою лекцию, вот про эту символическую смерть, и, ну, почему, эта смерть должна была состояться на символическом уровне, если почитать Юнга, Карла Густава Юнга, то, по мнению Юнга, это свидетельствовало об истощении символов коллективной самости, то есть, все истины, все ценности, все решения, все паттерны постепенно устаревают, говорит нам Юнг, да, и их нужно обновлять, и Мария Луиза фон Франц, еще один психоаналитик, тоже последовательство Фрейда, говорила о том, что вот эти фигуры, внутренняя причина, собственно, необходимости обновления короля и королевства, именно в этом заключается, что все должно старое умереть, чтобы родилось новое, и этот цикл непрерывен, то есть, любое новое тоже устареет и тоже будет обновлено на еще одно новое, таким образом, вот этот биологический цикл смерти-жизнь совершается и должен совершаться, чтобы весь организм, все общество оставалось живым, как бы, и на внешнем уровне мы же понимаем, что есть некий прогресс, есть модернизация, и все должно обновляться, все структуры и технологии, и вообще все правила и даже мораль, и даже этика, и получается, что король – это символ старой доминантной установки сознания, можно так на это посмотреть, соответственно, на таком уровне старый король символически должен умереть, чтобы мог родиться новый и появиться, соответственно, и вот этот цикл должен происходить обязательно, то есть смерть, как бы, неизбежна, в этом. И получается, что все истории проигрыша главного героя, все истории без хэппи-энда, трагические истории, истории неудачи, регресса главного героя, невероятно полезны для нас, для нашей культуры, для нашего общества, для нас, как зрителей, поскольку они предупреждают нас о необходимости трансформации, они говорят нам, что если ты не обновляешься, то ты как бы умрешь, что попадешь в такой вот ад, останешься там одиноким, проиграешь. То есть получается, что культура, в общем-то, берет на себя такую миссию напоминать нам о необходимости появления нового и гибели старого, да, то есть необходимости трансформации и собственно об опасности ригидности, об опасности косности, об опасности вот такого подхода, когда что-то жестко зафиксировано и сакрально, нет ничего сакрального, все должно быть обновлено, как бы говорит нам культура и говорит нам собственно наш опыт, видимо, человеческий за все эти миллионы лет. И тогда получается, что трансформация это торжество жизни над смертью, да, трансформация, изменение, обновление, залог жизни обществу, залог жизни человечества, видимо. И собственно все истории трагические предупреждают нас, напоминают нам об этом, вот, и поэтому конечно же они важны для нашей культуры, важны для нас, поэтому если мы пишем сами как сценаристы такие истории, то мы собственно способствуем обновлению, способствуем прогрессу и ну такую очень важную мне кажется миссию там несем, напоминая о вот таких вот витальных вещах, напоминая о торжестве жизни, несмотря на то, что мы можем писать трагические истории. Вот собственно на этом лекция моя завершается, такие вот у меня есть мысли, надеюсь было интересно, спасибо большое. Да, отлично, спасибо, очень интересно и коллеги, если есть вопросы, то пожалуйста пишите в чате и я их задам. Так, вот Юрий спрашивает, почему самопожертвование героя иногда очень сильно цепляет, а иногда выглядит глупым и натянутым, в чём секрет? Я не понимаю, может быть Юрий приведёт в пример, какой-то пример глупого натянутого самопожертвования. Мне тоже так и кажется, честно говоря. Я просто не понимаю, про что говорит Юрий, может быть это что-то другое всё-таки, а не самопожертвование. Ну само по себе самопожертвование, ну структурно, да, оно не мне не кажется, что оно как-то неестественно или там. Да, я просто даже не могу вспомнить ни один пример вот такого самопожертвования, которое показалось бы мне натянутым и глупым. Может просто Юрий нам напомнит что-то конкретное. Кстати, вот интересно, то, что наш национальный лидер проделал со своим обнулением, по сути, это то же самое символическое, да, символический какой-то обряд, обряд обновления. Ты имеешь в виду филлеры в скулах или что? Нет, я имею в виду обнуление. А, обновление, да, да, я думаю, что да. Мне кажется, что это прям абсолютно отсылка к этим ритуалам. И он, ты знаешь, даже то, что он уходил на 4 года, это тоже как будто он умер, чтобы мы забыли, что он жив, как бы вот он новый появился. Очень круто чувак с мифологией работает. Да, но не только он, да, там у него целая команда, я думаю, что там много еще было каких-то вещей, когда они хотели сделать вид, что это другой человек, новый человек, я думаю, что они поработали со многими сразу вещами, чтобы мы забыли про старого, а вот у нас типа новый Путин, да, такое. Вот я слышал такую версию, мне интересно просто, как ты к ней относишься, что вот эта классическая модель, когда у героя есть какие-то неприятности, он их каким-то образом решает, да, и в итоге он выступает победителем, да, то есть он проходит там определенный путь героя, и он что-то приобретает в результате этого, да, и в финале он является победителем, условно, у него в руках чемодан с миллионом долларов, и он идет на закат, обнимая блондинку, да, вот что эта модель, она так много использовалась, так много раз использовалась, что она уже перестала перестала восприниматься, да, что зритель уже такой опять хэппи-энд, ну как бы, мы не верим, мы не верим этому хэппи-энду, и соответственно, что сейчас идет поиск каких-то новых моделей, ну новых, новых старых моделей, в которых место героя занимает антигерой, например, да, и соответственно, антигерой не может выиграть, антигерой может только проиграть, иначе, как бы, про что эта история? Ты знаешь, мне кажется, что вообще вот это происходит потому, что люди часто не тщательно работают над внутренним сюжетом, то есть, если ты не показал хорошо вот эти мучения от того, что герой не хотел бы меняться, но вынужден это делать, да, если нет акцента на его, на то, что в нем должно умереть, то есть, авторы не концентрируются на то, что же в себе, что же за старая кожа это с него слезла, что же он в себе убил, что он должен в себе трансформировать, если не делать на этом акцент, то получится, что мы фрустрированы как зрители, да, нам показали героя, возможно, мы даже не уловили его трансформацию никак, соответственно, мы не понимаем, за что ему чемодан денег и блондинка, да, мы не понимаем, поэтому нас раздражает, мы думаем, фу, ну, да, мы не хотим на это смотреть, потому что, а вот если тщательно работать в истории, то герой, герой должен протащиться по таким мукам, да, он так должен бояться изменяться, да, но при этом он должен это сделать, он должен что-то в себе убить, старый паттерн, вот этот вот, вот это вот, вот судорожные попытки его ухватиться, прожить по-старому, дойти по-старому до цели, да, и все-таки, когда он все-таки остается голенький, совершенно вот в этом новом мире только что вылупленный птенец со слабыми крылышками, ему страшно, одиноко, он боится очень, он дико боится, да, он вообще слабый в этот момент, потому что старая кожа слезла, новая не появилась, как-то, да, вот этот момент, если плохо показать, то, конечно же, эта удача и, собственно, завершившаяся трансформация, ну, будет ложной, по сути, да, если мы не видели, каким потом и кровью ему это досталось, то мы не радуемся с ним вместе, его блондинки и чемодану денег, я думаю, слушай, вот это важная мысль, я в свое время как-то для себя сформулировал, да, что кино это всегда история человека, который изменил свою судьбу и вот эта трансформация, да, это и есть то самое изменение судьбы к лучшему или к худшему, да, и даже если ты как бы отказываешься от трансформации, ты все равно меняешь свою судьбу, да, и, допустим, терпишь поражение. Правильно ли будет говорить, что история работает только в том случае, если герой проходит трансформацию? Ну, мне кажется, вообще все истории про это. Ну, вовсе нет, на самом деле очень многие фильмы, есть, есть такие истории, да, когда просто у героя происходят какие-то неприятности, потом все становится еще хуже, потом все становится совсем плохо и потом он умирает в страшных муках. Ну, смотри, вот, например, мне кажется, что это в любом случае связано с тем, что он должен был обновиться, и если он умер в страшных муках, значит, он не обновился, получается, понимаешь? То есть, например, Рестлер, Рестлер погиб на ринге, да, вот фильм Ароновский, но... Ну, вот я кроткую вспоминаю лозницы, например. Я не смотрела кроткую. Ну, вот она структурно вот таким образом происходит. Я думаю, ну, давай другой какой-то пример, который я видела, и ты. Вот, понимаешь, он же, смотри, нам показывает мужика, который, у него, он сбитый летчик. Да. Он постарел, он не может побеждать в боях без правил, и он пытается обновиться, он пытается найти смыслы в другом, он пытается восстановить отношения с забытой своей дочерью взрослой, которую он бросил давным-давно ребенком, да, он пытается найти свою любовь, завести себе подружку, найти новую работу, и у него все эти попытки терпят неудачу, то есть ему не хватает сил что-то в себе изменить, чтобы быть нормальным отцом, нормальным, ну, как бы партнером в отношениях с этой женщиной, да, то есть она, хоть и проститутка, но тоже как бы ищет себе какого-то там мужика нормального, на котором... То есть это такая неудачная попытка трансформации. Да, понимаешь, он не обновился, и когда он не обновился, он снова выходит на ринг, смотри, получается, он застрял в дне сурка, и там на ринге погибает. То есть в любом случае все эти истории, они про то, что герой хотел, но не сумел, например, трансформироваться, или там недостаточно хотел, или как бы там испугался, не нашел себе силенок, там кишка тонка, ну, и он погибает. Эти фильмы говорят нам, ну, не сможете обновиться, но тоже погибнете на символическом уровне или на реальном уровне, да, вот. Вот про это, мне кажется, вообще вся культура, честно говоря. Я теперь так на это... Да, это очень интересно. Не приходило в голову так на это посмотреть, но это очень интересно. если вот конструировать вот наши вот... Я же, вот опять же, драматренером этим преподаю там иногда и так далее, и получается, что если не разработан персонаж, и не... Если автор не понимает, что же в нем должно умереть, как бы в этом персонаже, какая старая кожа должна слезть, то не имеет значения весь этот экшн. Он становится совершенно пустым, не имеющим никакого смысла, если герой не хочет меняться. Ну, вообще, как бы нет драмы, да, поэтому возникает ситуация, про которую ты говоришь, что вот мы наблюдаем за антигероем, потому что антигерой выглядит в наших глазах более живым, мы там что-то больше понимаем драму, трагедию его и так далее, да, чем протагонист, потому что, ну, блин, надо нормально работать с протагонистом. Интересная штука. Ты Сопрано смотрела? Ну, все давно, да. Ну, там, просто вкратце, там интересно очень сделан финал, о котором очень много споров было, то есть, Тони Сопрано, 6, по-моему, или 7 сезонов, творит всякую дичь, просто вот, черти что там делает, и в итоге его, он сидит в кафе с семьей, и кто-то входит, он смотрит, и мы не знаем, это то ли его дочь пришла, то ли это убийца, который пришел его убивать. И на этом все заканчивается. И шоураннер много лет отказывается категорически говорить, что там произошло, но есть некоторые подсказки, но при этом говорит, я точно знаю, что там произошло. Вот. И здесь вот как раз такой вопрос. Тони трансформировался или нет? Нет. Да? Тони творил всякую дичь, но если он останется в живых, то получится, что мы, как зрители, не получили вознаграждение, да? То есть, что такое вознаграждение? Справедливость. Справедливость должна восторжествовать. Он там кучу народу покрошил, там издевался над своей семьей, там и так далее, и так далее, и он останется в живых после этого. Да есть ли в этом мире справедливость? Верните мне мои шесть сезонов, которые я потратил на этот сериал. Опять же, смотри, Тони, это же король. вот та самая должна быть убита, он должен погибнуть. Тогда мы получим ощущение справедливости, потому что мы же должны понимать, что должен появиться новый король, понимаешь? Да, да. Мы должны видеть цикл весь. Цикл начинает, ну, как бы, цикл всегда начинается сельскохозяйственно. Цикл, он такой, относится к сфере сельского хозяйства, поскольку, прежде чем, чтобы появилось новое растение, зерно должно быть похоронено. Мы хороним землю, бросаем землю зерно, и оно прорастает новым ростком. Вот этот цикл смерть-жизнь. И если не похоронено зерно, то новому откуда взяться? Поэтому, конечно же, символически смерть должна присутствовать всегда, в искусстве, напоминая нам о необходимости этого первого этапа жизни, гибель зерна. Старый король умирает, чтобы... А ты легенду о зеленом рыцаре не смотрела? Нет. Мне кажется, что это прям классическая вещь. Там интересно очень изменен миф, да, то есть там история про чувака, которому появляется зеленый рыцарь и говорит, вызывает его на повединок. Условие такое, ты мне наносишь удар, через год я возвращаюсь, наношу тебе удар. Герой наносит удар, отрубает ему голову, тот забирает эту голову и уходит на год. Через год он должен пойти в ту часовню и подставить свою голову. И в процессе путешествия он оказывается в каком-то дворце, где его пытается соблазнить жена этого хозяина. Он не поддается этому соблазну, едет дальше, собственно, и там ему говорят, чувак, вот это и был твой поединок. Ты не поддался соблазну, короче, ты выиграл этот поединок, ты остаешься жив. Да, то есть... И там есть разные версии этого мифа, да, есть версия, при которой он поддается этому соблазну и так далее, и так далее. Так вот, в этом кино там интерес... Вот как я понял этот фильм, да, это история про то, как мироздание убирает никудышного короля, да, то есть есть какой-то бестолковый чувак, который там, непонятно, болтается с проститутками, с какими-то... Он проходит все, вот все, что я описал, он проходит и в конце концов он приходит к этому рыцарю, рыцарь заносит меч, и в этот момент у него мелькает все, что будет происходить дальше, что он такой амброс-бирс, да, происшествие у Соловиного ручья, он убегает оттуда, он становится королем, он становится плохим королем, он разваливает страну, бунт, и его убивают в процессе этого бунта. И когда это происходит, он вынимает пояс, который защитный пояс, и говорит, давай руби. Вот, то есть тоже очень интересно, очень интересно сделано, таких еще, знаешь, на самом деле, если почитать сказки, то там все время будет нам рассказана вот эта история, да, про то, что должно совершиться это обновление, про то, что есть какие-то, вот, ослиная шкура, это как старая оболочка, которая должна быть сорвана в какой-то момент, когда герой будет готов, вся эта история, например, про лягушку, эту, ну, Иван Царевич, да, впустил стрелу, она попала в лягушку, а лягушка оказалась заколдованной принцессой, это же тоже про то, что Иван Царевич должен быть готов, да, и тогда он получит награду, то есть он должен что-то менять в себе, там, да, это, ну, часто, часто вот сказки рассказывают нам вот про это, про какие-то историю, либо удачной трансформации рассказывает нам сказка, либо про историю неудачной, да, связанной с гибелью, и сказка тоже напоминает о том, что старое должно погибнуть, как старый паттерн, понимаешь, получается, не то, что старый человек должен умереть, да, а старый способ жить, то есть ты должен обновлять свои способы жизни, и про это напоминает нам множество, ну, не только сконструированных как бы писателями, да, и сценаристами истории, а сконструированных даже вот фольклором, то есть это более глубокие какие-то напоминания, пришедшие из каких-то, из какого-то вообще коллективного, бессознательного даже, я бы так сказала, и про это очень хорошо, кстати говоря, пишет Мария Луиза фон Франс, очень советую всем читать, она с помощью вот такого юнгианского подхода разбирает сказки, да, очень подробно эти сюжеты, например, там она может отдельную книгу посвятить разбору Апулея, Золотое сел, которая содержит таких важных мотивов, и когда вот, когда психоаналитик именно с такой лупой там проводит тебя по каким-то вот этим сюжетам, то ты начинаешь, ну, просто видеть эту трансформацию, это, мне кажется, дикопитательно для любого сценариста, я всем советую, читать ее, поскольку мы, ну, мы работаем, мы как авторы, мы работаем с этим, да, мы с психологией, с душой, и с коллективным, бессознательным работаем, и мы, ну, должны видеть эти вещи, мы не можем увлекаться просто конструированием экшена ни в коем случае, да, поскольку экшен не важен, если нет глубинного внутреннего сюжета. Да, я с этим полностью согласен. Хорошо, друзья, большое вам спасибо, сейчас я гляну, есть еще там вопросы, так, а, Юрий, к сожалению, запомнились только цепляющие самопожертвования, я думаю, что это не случайно, задам вопрос по-другому, почему иногда цепляет, а иногда нет, что должно быть для этого в сюжете обобщенно? Мне кажется, раскачка по эмоциям должна быть. Ну, Юрий, я не знаю, ну, наверное, должна быть, должен быть хороший сценарист, должен написать хороший сценарий, его должен цеплять хороший режиссер, должен быть хороший продюсер, и тогда это все зацепит, да, ну вот, не цепляет, наверное, если это тяп-ляп сделано, вот, и плохо написано, в первую очередь, да, наверное, так, Светлана, но вот в случае с иглой, если ничего не вышло, Моро погиб, статус-кво сохранилось, зритель все равно остается фрустрированным, и, кстати, внутренней трансформации его там тоже не случилось. Это про что? Про иглу. А, игла? Зритель фрустрирован, я не думаю, что зритель фрустрирован, зритель скорее опечален, да, так же, как мы, например, ну, мы посмотрели «Гражданина Кейна», мы тоже испытываем страдания за Кейна, мы испытываем страдания и за героя фильма «Игла», ну, и, а, собственно, за все древнегреческие трагедии, мы что, не испытываем сострадания, и Дипа жалко, и Медею жалко, и Агамьемна жалко, там всех жалко. Ну, и жил-был певчий дрозд, бунтарь без причины, все это. Вообще любые, любые трагические истории, заканчивающиеся смертью героя, особенно, когда он пытался выжить, тот же пластилин Сигарева, там, ребенок погибает, это все, конечно же, печаль, не фрустрация, это печаль, и она как раз полезна тем, что она предупреждает, что люди, не будете меняться, да, не совершите трансформацию, это и есть позитивная миссия таких сюжетов, быть предупреждением, не любовь Звягинцева нас предупреждает, не будете внимательны, не будете любить друг друга, ваши дети будут теряться, и вы будете какими-то зомби, бегать по беговой дорожке, как зомби, бесконечно на одном месте. Все хорошее кино, оно часто нас предупреждает о чем-то страшном, и это нельзя назвать словом фрустрация, нет, это можно назвать, ну, понимаете, вот такие как раз истории и запоминаются, да, Витя, Саша, ну, то есть мы помним, почему, например, я всю жизнь, я не знаю, не было, наверное, и одного года, когда бы я не вспоминала сюжет Кена Кизи на «Днездом кукушки», ну, потому что это очень важные часто сюжеты, мы запоминаем их именно, ну, как, они нас ранят чем-то, да, и как будто бы являются напоминанием, это как будто бы, знаешь, такой телефон, который вдруг звонит тебе и говорит, а ты обновился, ну, то есть такие вопросы, и получается, мы тоже, как авторы, должны уметь писать такие вот истории, которые поселяются в человеке и живут с ним до его смерти вообще, как бы, да, предупреждающие истории, но это важно, это высокая планка. Это так. Хорошо, огромное тебе спасибо, очень интересная лекция, большое удовольствие и очень интересно. Друзья, напишите в чате много-много благодарностей, Юлия. Благодарность. Пока. Спасибо. Спасибо. Счастливо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok